Ну а теперь о том, что делает настоящее украинское министерство обороны. Представители Минобороны Европейского Союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины сегодня, 5 декабря. А потом пресс-служба Минобороны сообщает. По появившейся информации, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жузеппо Борреля консультации по пакету гарантии безопасности для Украины. Эту и другие темы обсудим с советником глава офиса президента Украины. Михаил Подоляк присоединяется к нашему эфиру. Михаил Михайлович, рады приветствовать. Здравствуйте. А что характерно, тоже настоящий. Да, это правда. Да, здравствуйте, Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, о каких гарантиях безопасности идет речь из того, что можно сообщать? На мой взгляд, единственными гарантиями безопасности на этом этапе наших, скажем так, отношений с Российской Федерацией или наших отношений с нашими европейскими партнерами являются своевременные и понятные объемы и своевременная поставка тех или иных видов вооружения. То есть, на мой взгляд, пока Россия не потерпит поражения, она все время будет представлять угрозу континенту в целом, безусловно, нам как трансграничной территории, вернее, территории, которая граничит с Российской Федерацией. И, соответственно, поэтому любые гарантии будут упираться в необходимость долгого финансирования, длинного финансирования военных программ, поставок военной техники, совместных военных производств, ну и, соответственно, другие консультативные помощи, которые необходимы, если вы ведете активное противодействие агрессивным планам соперников. Михаил, скажите, вот эти гарантии безопасности, если вот так по-простому, да, они ускорят передачу нам необходимого вооружения? Если по-простому, если по-простому ускорят четыре вещи, это качественные переговорные процессы, качественные переговорные процедуры, в том числе и в рамках обсуждения тех или иных гарантий безопасности, как юридической фиксации необходимых условий для передачи той или иной техники. То есть, еще раз подчеркиваю, все зависит от качества переговорных ваших позиций, умения разговаривать, психология переговоров как таковых, если для вас понятна, то тогда вы будете эффективны. Вторая составляющая — это действительно демонстрировать некое единство, которое мы демонстрировали в течение 600, давайте так, сейчас 650 дней войны, но мы демонстрировали 649,5 дней войны единства. Вот необходимо будет продолжать демонстрировать это единство и готовность, собственно, с нашими партнерами довести эту войну до конца. Ну, то есть не попадать в эту ловушку, традиционную ловушку тех этапов, которые вот в данном случае мы сейчас проживаем, тех этапов длинных войн, да, когда есть определенное депрессивное настроение, есть определенное раздражение, есть определенное сомнение и так далее и тому подобное, не попадать в ловушку вот этого этапа войны и не вести себя соответствующим, как это, с поиском охотой на ведьм, что ли, да, кто во всем виноват и так далее, и тому подобное. То есть и для наших партнеров должно быть очевидно, что мы готовы дальше продолжать вместе с ними искать оптимальное решение в этой войне. Третья составляющая – это, несомненно, точное понимание тех изменений в тактику и стратегию ведения войны против России. И с учетом того, какие изменения в свою тактику и стратегию внесла Россия, а Россия внесла очевидные изменения. Первое – это количество живой силы, которую она использует. Она продолжает вот эту частичную или там скрытую мобилизацию, она продолжает набирать заключенных и так далее, отправлять их на фронт в Украину. При этом она не жалеет этих людей. То есть они и ей… Знаете, нету порогового числа людей, после которых наступает отвезление. Да, вот они потеряли, условно, давайте в общей сложности от 300 до 500 тысяч человек, я имею в виду летально, нелетально, амбутанты, раненые и так далее. И тем не менее, это не пороговое, как оказалось, значение. Они не реагируют на это. У них нету социальных каких-то внутренних дискуссий существенных. Да, они там где-то появляются спорадически, но существенных дискуссий нет. И, соответственно, нам нужно понимать, вот это очень важно, понимать, какие изменения в тактику вносить с учетом того, что делает Россия. А что это значит? Это значит точно понимать, что такое симметричная война, что такое высокотехнологичная война, какие нам виды оружия нужны, можем ли мы вместе с партнерами создавать совместные предприятия, если это быстро, или можем где-то получать на данном этапе уже готовые инструменты, такие как дальнобойные ракеты, дроны, радиоэлектронные приборы контроля и слежения и так далее и тому подобное. Это третья составляющая. Четвертая составляющая. Это, собственно, все, что я говорю, вот это важно. А есть четвертая составляющая. Это правильное медийное сопровождение всех этих процессов. Это правильная информационная работа. Опять же, это информационная работа. И, кстати, я скажу, что абсолютно очевидно целый ряд западных изданий занимает сегодня очень правильную позицию, на мой взгляд, как это не парадоксально звучит, потому что мы привыкли цитировать иногда пессимистические какие-то статьи. На самом деле, на мой взгляд, они ставят сегодня правильные вопросы. Точно ли мы хотим, чтобы Путин проиграл? Точно ли мы все сделали для этого? Мы имеется в виду, это не обращается к своим политическим элитам, к западным политическим элитам, к своему избирателю. Точно ли мы все понимаем правильно в этой войне? И точно ли мы находимся на правильном пути? И, соответственно, дальше говорят о практических вещах. Перестаньте лицемерить в отношении санкций, насколько они действуют или не действуют. Перестаньте лицемерить насчет потолка цены на нефть и газ. И перестаньте лицемерить с точки зрения математики поставок военной техники в Украину. Ответьте на эти вопросы честно, внесите коррективы, изменения, и тогда, соответственно, ситуация будет выглядеть более объективно. Так вот, возвращаясь к вашему базовому вопросу, позволят ли нам гарантии безопасности все это исправить? Сами по себе нет. А в комплексе да. Михаил Михайлович, насколько политические изменения в ряде стран-союзников Украины или стран-членов Европейского Союза, там вообще политические пертурбации мы наблюдаем, влияют на процесс переговоров, в частности, о предоставлении гарантии безопасности долгосрочных для Украины? Ну, безусловно, все влияет. Все-таки, смотрите, еще раз, долгая война, она предполагает разные дискуссии. И разные этапы в этих дискуссиях, да, одно дело было эйфорийное восприятие Украины как страны, которая умеет эффективно организовывать оборону против той страны Российской Федерации, которой они долгое время боялись и действительно считали, что она наиболее могущественна на европейском континенте и с точки зрения военного опыта, и с точки зрения накопленного военного ресурса, и с точки зрения военного производства в целом и так далее. Вот эта эйфория периодически проходит разные этапы, она сейчас находится, скажем так, если брать маятник на нижней, на нижней ступени своей эмоциональной окраски. И нам необходимо с этим работать. Нам необходимо объяснять, что происходит, как происходит, что будет дальше и так далее. Независимо, еще раз отчеркиваю, от того, что в рамках демократических процедур меняются правительства, меняются элиты. Ну, частично идет обновление политических элит, управленческих элит и так далее. Нам нужно со всеми разговаривать, объясняя, смотрите, несколько аспектов, которые мы должны всегда объяснять. Это природа войны. Но кроме природы войны, нужно объяснить природу российского режима. Он полностью сбросил все маски, он сегодня точно демонстрирует, что такое экспансионистский военный, милитарный режим, такого фашистского толка, безусловно, который не приемлет никаких точек зрения ни на внутреннем рынке, ни на внешнем, и который может существовать только поглощая кого-то, разрушая кого-то, убивая кого-то и так далее и тому подобное. Нам нужно это объяснять, что Россия не сможет остановиться, потому что это естественный способ ее воспроизводства, жизни ее. То есть она должна будет идти в другие страны, она должна будет убивать дальше людей, она должна будет вести вот эту агрессивную риторику, она должна будет атаковать всех, она ни с кем не будет ни о чем договариваться. Потому что, еще раз повторяю, вот эту тонкую грань, на которой долгое время лезвие, бритвы, да, или бегущие по лезвию, да, можно так сказать, на которой долгое время Россия держалась, делала вид, что она там псевдодемократичная или суверенно-демократичная страна, которая придерживается международного права и так далее, она скатилась в ту сторону, которая говорит четко, что Россия это абсолютно конкретная, с идеологической точки зрения, фашистизирующая страна, да, то есть для нее не существует никаких форм, кроме экспансии. И, соответственно, вот эти риски нужно объяснять элитам. И независимо от того, это правые элиты, левые элиты, для них, для всех Россия, если даже ситуативно они там могут на нее ориентироваться, то в среднесрочной перспективе для их национальных правительств, для их национальных элит и для стран в целом, это риски, несущественные риски, которые могут быть сегодня компенсированы инвестициями в Украину. Вот это нам надо с вами объяснять. И это будет тяжелый диалог. Еще раз подчеркиваю, что разные фазы войны, разные дискуссии, внутренние дискуссии, чем дальше ты от войны, тем более холодно ты смотришь на то, что там происходит. Ты не совсем можешь ощутить вот эту эмоцию, когда какая-то страна зашла в другую страну для того, чтобы совершать там акты массового убийства или насилия. И так далее. Вот это передать тяжело, опять же, в полном объеме, потому что когда ты находишься непосредственно внутри войны, ты видишь, как твои дети ходят в школу в метро, допустим, или там под звуки сирены ночью просыпаются, то, конечно, ты реагируешь на все гораздо острее и гораздо более справедливо и объемно. Но никто не отменял важность, еще раз я то, что говорил, важность умения эффективно вести переговоры, важность понимать национальные интересы других стран, важность находить слова, правильные слова, которые будут акцептировать их болезненные точки, ну, с точки зрения эмоций, да, чтобы они понимали, что мы сегодня проживаем. Михаил, появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге посредством защищенной видеоконференции. Об этом сообщил лидер большинства в Семнате, демократ Чак Шумер. Издание The Hill об этом говорит. И также в этом брифинге примут участие госсекретарь Антони Блинкин, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс. Они проинформируют сенаторов о ситуации в Украине. Можете ли вы подтвердить это выступление и вот какое значение оно имеет, о чем действительно Владимир Зеленский будет говорить? Первое, мы же не подтверждаем те выступления, которые имеют, ну сначала будут выступления, а потом, соответственно, мы уже будем их анализировать и так далее. И тому подобное, потому что ситуация в Соединенных Штатах сложная. Давайте здесь аккуратно относиться ко всем подтверждениям или неподтверждениям. Ситуация крайне сложная, она напряженная, она связана с внутренней объемной дискуссией по необходимости выделять помощь Украине и Израилю. И эта помощь привязывается к очень болезненному для внутренней дискуссии, именно для внутренней дискуссии в Соединенных Штатах, к вопросу о трансграничных гарантиях, ну а безопасности как таковой. Это имеется до южной границы Соединенных Штатов, дополнительное строительство, ассигнование на дополнительное строительство стены и так далее и тому подобное. Это очень болезненный двухпартийный диалог. И, соответственно, ситуация крайне-крайне хрупкая. И нужно очень аккуратно относиться к тем заявлениям, которые мы делаем. Но, на мой взгляд, оптимистично, я смотрю, с аккуратным таким оптимизмом, смотрю на то, что как происходит дискуссия в Соединенных Штатах, я бы выделил там несколько направлений, очень важных. Первое, есть понимание того, что финансирование Украины это не просто финансирование какой-то локальной войны, это вопрос глобального доминирования, глобального лидерства, вопрос правил, опять же. И, соответственно, второе, это инвестиции в Украину, это инвестиции, еще раз подчеркиваю, собственную безопасность, потому что на поле боя в Украине, исходим из того, что ни у кого не было опыта участия в такой большой масштабной войне, сейчас такой опыт есть, он понятен. И, соответственно, это инвестиции в апгрейд собственного военного производства, то есть техника станет более адаптивной к новым видам войн как таковых, в том числе эта техника, которая преимущественно, опять же, доминирующая техника военная, которая изготавливается в Соединенных Штатах. Третья составляющая, безусловно, я вижу изменение, фундаментальное, коренное изменение позиции администрации президента господина Байдена и Госдепартамента как такового, они очень четко понимают и природу о том, чем я выше говорил, и природу Российской Федерации, и природу войны как такового, и, соответственно, занимают очень прагматичную позицию с точки зрения поддержки Украины. Нужно ли нам выступать на всех этих площадках, в том числе на закрытых площадках, безотносительно к возможности выступления президента, скажу, что, конечно, опять же, это очень важно, когда ты с первых уст слышишь описание той ситуации, в которой находится Украина, что необходимо на этом этапе войны, почему без этих инструментов этот этап превратится в достаточно тяжелый для Украины и так далее. Плюс эмоция, дополнительная эмоция, которая передает все, что проживает уже два года Украина. Это очень важные площадки, на них нужно работать, на них нужно выступать. К сожалению, на мой взгляд, еще раз повернусь к тому, вернусь к тому, что внутриполитические дискуссии в разных странах, они очень тяжелые, всегда информационное время, дискуссии не такие спокойные, не за дверями проходят. К сожалению, много факторов, которые определяют то или иное настроение тех или иных политических элит, но со всем этим нужно, во-первых, правильно анализировать, во-вторых, находить необходимые, нужные слова и, в-третьих, правильно вести разговоры, диалоги, переговоры и выступления. В частности, если мы говорим уже о диалогах, то завтра-послезавтра состоится конференция в Соединенных Штатах Америки, которая посвящена совместному производству оружия Украиной и Соединенными Штатами. Насколько, как вы считаете, реально воплотить подобные проекты в жизнь и насколько долгосрочной перспективой являются подобные проекты? Ну, во-первых, если ты не будешь, конечно же, заявляться на те или иные инициативы, то, конечно же, реализации этих инициатив, логистики в этих инициативах не будет. Украина сегодня действительно готова к большому количеству, открывает большое количество совместных военных производств, это очень перспективно, опять же, с учетом того опыта, который у нас есть накопленный. И я бы здесь выделил три важные направления. Первое. Конечно же, меня, например, интересует гораздо больше эта техника, которая будет сегодня у нас. Потому что любое производство, это все-таки какое-то время, это год, полтора, два, три, до момента, пока оно выйдет на ту или иную заявленную мощность, пока не мере в более-менее чувствительных объемах и так далее. Нам с вами оружие, с учетом технологичности, необходимо здесь и сейчас. И желательно, чтобы это оружие было не архаичным, не сопоставимым с тем, чем работает Российская Федерация. А гораздо более новым, гораздо более модерновым, тем, которым сможет, скажем так, имея меньше, но ты будешь достигать большей результативности. Вот поэтому это первое, главное направление, это поставки техники здесь и сейчас. Любой техники, которая позволит нам совершить тот самый пресловутый технологический рывок. Опять же, это дроны, рэбы, дальнобойные ракеты, снаряды и так далее. Вторая составляющая. Конечно же, мы можем сами инвестировать в военные производства. Это более долгий путь, потому что инвестиции в военные производства всегда объемные. А кроме инвестиций нужны сразу же производственные линии, ну или, по крайней мере, какие-то прообразы матрицы этих производственных линий. Нужны лицензии, нужны технологии и так далее. Нужен подготовленный инженерный состав. И, конечно же, можем сами идти, но это длинная дорога, то есть более долгая дорога. А можем идти вместе с партнерами. И это существенно сократит нам логистику, существенно сократит нам, скажем так, собственно, построение производственных мощностей, как и, собственно, выход на те или иные мощности по производству. Но без самостоятельного производства, к сожалению, мы не обойдемся. То есть вот одним из доминирующих направлений экономики в будущей Украине, конечно же, нужно рассматривать военные производства, с учетом того, что это могут быть уже не архаичные производства, там, постсоветского периода, когда ты просто что-то дорабатываешь и продаешь в страны, там, например, африканские и так далее и тому подобное. Нет, это должно быть высокотехнологичное оборудование, очень конкурентное. И, соответственно, оно должно обеспечить и, кстати, те самые гарантии безопасности Украине. Сама Украина может их обеспечить и в то же время она может позволить Украине занять одно из доминирующих мест на глобальном рынке оружия вместе с партнерами. Но я бы все-таки, знаете, с точки зрения итогового, подэтаживая все это, сказал бы так. Для нас с вами принципиально важно, как закончится война. Если война заканчивается так, как, собственно, планируется Украина, а это, на мой взгляд, единственный вариант для обеспечения длительного мира в регионе, то, соответственно, тогда действительно Украина будет крайне перспективной строительной площадкой, в том числе для организации большого количества военных производств. Если будут продолжаться вот эти канительные разговоры о том, что давайте-ка мы опять подвесим ситуацию, как в 2014 году, подождем, пока Украина там что-то накопит, а дальше будем в следующем этапе войны воевать, это, конечно же, не позволит здесь строить никаких системных, больших объемных производств, а, скорее всего, все это превратится в воспроизводство расходников типа снарядов разного калибра, в 155-го, конечно же, прежде всего, это мины 120-й, ну или тех или иных видов ракет, потому что нам ракеты нужны, как вы понимаете, прекрасные 100, и 150, и 300, и 500 километров и далее. Михаил Михайлович, а как выйти из статуса сырьевого государства? От чего зависит дальнейшее развитие Украины, для того, чтобы это развитие было значительно на более высоком уровне? Ох, вы и вопрос задаете, конечно. Я понимаю, что можно теоретически, у нас же очень много презентаторов всегда, они могут очень красиво рассказать, как перестать быть страной с экономикой там старого уклада и быстро перестроиться в течение пяти лет на страну абсолютно технологического уклада. Но давайте будем реалистными. Все зависит от мозгов, от коллективного мозга в Украине. То есть, если люди сами начнут перестраиваться, понимать для них приоритеты. Вот смотрите, мы не затрагиваем тему коррупции периодически, то есть она затрагивается правоохранительными органами и так далее, но мы ее там анализируем. Но ведь смотрите, коррупция, ведь она имеет два составляющие. С одной стороны, это административные полномочия, которые тебе дает государство, и, к сожалению, ты их используешь. А второе, это твое внутреннее воспитание, то как ты понимаешь, как ты эти полномочия будешь использовать на благо или на благо только себе и так далее. Вот есть много таких параметров. Есть люди с консервативным мышлением, которые сидят в старых производствах, ничего не хотят менять. Это большой пласт, это граница. С одной стороны, перспективные направления. Нужно точно понимать, что такое современная кооперация, что такое современное разделение труда. Нужно понимать, какие компетенции Украина может приобрести, для того, чтобы эти компетенции повышали роль и стоимость Украины на глобальном рынке разделения труда и так далее. С другой стороны, это другого типа психология, психология конкурентов, психология конкурентности. То есть ты не по определению, достигнув какой-то должности, уже сам по себе имеешь какую-то добавленную стоимость, а именно потому, что ты конкурентен с точки зрения понимания, как эту должность использовать на развитие той или иной отрасли. Это большая фундаментальная проблема. И мне кажется, эта война как раз-таки эту проблему ускорила. Ну, то есть развитие, вернее, ответ на эти проблематики, вот война ускорила, и мы, соответственно, будем перестраивать и не только государственную матрицу, ну, то есть государство должно стать гораздо более прозрачным и более компактным и с меньшей нагрузкой разрешительной на чиновника отдельного, ну, для того, чтобы снизить коррупционность как индекс. Но и в то же время мы будем перестраивать структуру общества. Общество стало более конкурентным, более ответственным и более точно понимать, что оно хочет иметь в 5, 10, 15-летней перспективе. Если сейчас вернуться в Украину и вернуться на фронт, Авдеевка продолжает быть одной из самых горячих точек. Есть информация о том, что 70% бронетехники не возвращаются назад в Авдеевку, но живую силу умудряются даже раненую возвращать. То есть это пушечное мясо, сейчас они на фронт поганали, ранены. То есть о чем это говорит? О том, что не хватает ресурса мобилизационного? О том, что Авдеевку надо взять любой ценой к выборам, к какой-то дате? О чем это говорит? Вот такая жесткая, жесткая, невообразимая желание все убить в Авдеевке, но что-то там получить? Это говорит о трех вещах. Первое, абсолютное безразличие современного российского государства к жизни, не только к жизни нашей, но и к жизни своих граждан безразлично. И, соответственно, они эту тактику не будут менять, будут просто пригонять, неважно, раненый, мобилизованный, только мобилизованный и так далее. Они будут всех отправлять в мясорубку, потому что это естественный способ жизни и способ воспроизводства собственной государственности Российской Федерации. Не нужно здесь заблуждаться. Вторая вещь, о чем это нам говорит? О необходимости получить как можно больше оружия, особенно дальнобойного, которое позволит все это уничтожать без прямого боестолкновения, без допуска на прямое боестолкновение. То есть, соответственно, нам нужно больше и больше артиллерии, больше и больше дронов, больше и больше, особенно больше дальнобойной ракеты, чтобы все это уничтожать за большое расстояние до переднего края наших ребят, там, где наши находятся. И третья составляющая, очень важная, о чём нам это говорит, о том, что мы с Россией не договоримся. Вот эти иллюзии абсолютно напрасны. Нас люто ненавидят и нас пришли убивать. Это обычные убийцы. И, соответственно, у них ментальность обычного убийцы, они так рассуждают, они будут это делать независимо ни от чего. И, соответственно, мы должны это понять и принять, и избавиться от иллюзий. И пытаться избавить от иллюзий всех остальных, кто находится далеко от войны и не сталкиваться непосредственно с вот этими ужасающими местными штурмами, как вы говорите. Михаил Михайлович, спасибо большое. Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо за то, что поделились информацией, проанализировали происходящее. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.